Приветствую вас, друзья мои, в примерочной. Я не плотно, нам сегодня несказанно повезло. У нас большая, большая примерочная с двумя зеркалами. Меня в неё обычно не пускают в последнее время, но по моим наблюдениям, если на входе в примерочную стоит парень, продавец, я говорю, можно я возьму вот эту примерочную? Он говорит, пожалуйста, ради Бога. А если стоит девчонка, никогда, никогда они меня сюда не пускают и не разрешат. Ну, не потому что я такая красавица там или что-то такое, потому что мальчишкам абсолютно пофиг. А девочки, они такие правильные, соблюдают все правила, потому что, в принципе, эти примерочные для инвалидов или семей. Мамаш с колясками. Так, вот такое у нас сегодня примерочное меню. Я сегодня нахожусь в платье из Юникур. Я сейчас сниму жакет, я вам про неё рассказывала. Я очень люблю это платье. Они сейчас в этом летом продавались с рукавом. Это без рукава. На мне белый полосочку в клеточку в жакет. Вот эти украшения я вам показывала, я привезла из Америки. А вот эти серьги я купила в нашем секунде, чтобы к ним вот, видите? То есть оно немножко не совсем в тон металла, но не важно. Всё равно вместе это выглядит неплохо. Сейчас я сниму жакет, я вам покажу. А, и туфли на мне вот такие. Белые тухли. Тухольки. Покажу жакет. Сниму жакет и покажу вот это платье. Вот, что я имею в виду, почему я их очень люблю, вот эти фасоны виник. Как, смотрите, видите, оно, видите, сверху облегает, а здесь оно вот такое вот расклешенное. Очень красиво сидит на фигуре. Я бы что-то нацепила на него, как-то на него нацеплено. Ну, короче, здесь у него карманы. Сделано это за счёт того, что здесь вставлен вот такой вот клин. Вот, видите, шов не здесь, а вот зад, вперёд, и здесь ещё такой клинышек с карманом. И за счёт этого оно выглядит очень хорошо сидит вот на фигуре. И я очень люблю этих платьев. И вот это без рукава у меня очень многое выношу всё лето. Фактически это хлопок. И в этом сезоне они были с рукавами вот такие вот. Ну, мне кажется, что это более женственно, потому что здесь вырез вот такой ви, это называется, мысиком. Ви, не знаю, ви, по-английски это здесь называют ви, а по-русски это называлось уголком мысиком. Неважно, короче. И вот те, что были в этом году, они были вот такие вот под головой. И это хуже. Вот это мне больше нравится. В общем, короче, переходим к примеркам. Так, первый комплект у нас брюки, джинсы. Джинсы слоновой кости. И вот такая вот симпатичненькая теньяшка. Я вам их показывала в магазине. Они из всяких разных цветов. Конечно же, я схватила зелёную. Чуть мне так темно. Сейчас я увеличу яркость. Как-то мне плохо видно себя. Брюки очень невелики. Прям очень велики. Но проблема в том, что были или очень маленькие размеры, или вот такой вот большой. Я схватила его, подумала, может, всё-таки будет ничего. Мне очень хотелось именно вот такого вот цвета брюки померить с вот этой вот теньяшкой. Теньяшка очень классная. Мне она очень нравится. Посмотрите, как она прикольная. И учитывая, что они из всех цветов... Кстати, на мне размер смол. Потому что они довольно-таки большие. Но вот я сейчас отпущу свои штаны, не буду их держать. И вот посмотрите, как она сидит. Она довольно просторненькая. Это смол. Можно было и медиум, но в принципе вот даже смол совсем неплохо. У меня такие разрезики в боках. Здесь у неё как-то интересно сделано плечо. Я потом сниму. Или мне, может, и не интересно. Нет, может, мне показалось. В общем, вот такой вот комплект. Симпатичненький очень. Так, я ещё принесла вот этот жакетик. Кардиганчик. И вот такой у меня получился лучок. Я тут кое-как пристроила к себе эти брюки. Прилепила, чтобы они с меня не падали. Ну, вот такой, видите, очень базовый. И при этом очень симпатичный аутфит у нас получился. Светлые брюки. Полосатая зелёная с белым. Или, может быть, чёрная с белым. Любая тельняшка. И вот такая светлая ковтюля. С карманчиками. Мне нравится такое сочетание. На камере немножко отличается. В принципе, в жизни вот эти цвета очень совпадают. На камере оно выглядит немножко... Немножко таким... Как будто бы кофта темнее. А вообще, так говоря, они практически одного цвета. Так, куфта был размер медиум у меня. В ней состав... Так, я не могу с моим телефоном. 8% шерсти. Всё остальное синтетика стоит она 50... 60 долларов. Девочки... Я не знаю, что мне делать с моим телефоном. Я спрашивала своих детей. Они сказали, нам некогда. Мало прогугли. Мне очень плохо он фокусируется. Плохой фокус. Надо что-то настроить. Я вам обещаю, я это сделаю. Пока что, вот видите, мне на слово. Здесь 8% шерсти так не видно больше. Так, блюки это, в принципе, джинсы. Стоят они сейчас 40 долларов на сейле. Стоили 60. Видите, 32 размер. 81,5 сантиметра. Я не знаю. Я считала, что у меня где-то 30, 32, но они не очень велики. Меньше там были 27, 26. Это мне очень мало. Но, в общем-то, брюшки такие, но обычные джинсы, светлые. Хорошая длина, хорошая ширина. Если бы они были как раз, я бы сейчас даже подумала на их счет. 40 долларов уже не так. Сильняшечка, 100% у нас хлопок. Стоит она 30 долларов. Не страшно, но вполне хорошая цена. Да, мне показалось, что это на плече, но ничего на плече здесь нет. Вот у нее такие разрезики в боках. Она довольно широкая. И, в общем, очень хорошо сделана. Она аккуратненько все так, очень аккуратненько сделана. Она такая плотненькая. Хорошая плотная ткань. Мне очень прямо она нравится. Я подумаю на ее счет. Потому что 30 долларов это не так страшно. Хлопок, хороший, хороший, плотный такой хлопок. Знаете, трикотаж очень хорошо сделана. Есть разные цвета. Хорошая длина, такая не очень широкая. Может быть, я бы взяла на размер больше, на всякий случай. Я взяла смол. Если я буду покупать, я, наверное, возьму видео. Но подумаю. Может и нет. Потому что я ее примеряла. На самом деле, вот с этими штанами, которые мне очень широки. Если бы были какие-то брюки нормального размера, то, может быть, она бы выглядела бы побольше. Окей, я прям так сильно тут рискнула с этим платьем. Это совершенно не мои фасоны. Вот эти вот трикотажные платья. Я в нем прям как сарделька. Перевязанные все мои трусы. Все вот это вот отжимается. Селяжки мои отжимаются. В общем, короче, это не мой фасон. Хотя это размер large. Живот, конечно, торчит. Ну, я рискнула. Мне было интересно померить. И я очень хотела посмотреть. А вдруг размер large будет на мне неплохо. Если бы оно хоть немножко было такое расклешенное, то было бы, наверное, и неплохо. Потому что здесь у меня сидит хорошо. Но оно абсолютно прямое. И это совершенно не мой фасон. Мне такие платья абсолютно противопоказаны. Но тоже надо примерить, чтобы знать. Чтобы знать. Я, честно говоря, думала, рассчитывала, что оно немножко расклешается. И поэтому оно может быть мне не так плохо. Но нет, нет, нет. Снимаю, снимаю сниму. Так, у него неплохой состав. 31% шерсти. Они так стали мелко писать, что я даже в очках плохо вижу. 31% шерсти. В принципе, не так уж и мало по ощущениям. Я думала, это полная синтетика. Но нет. Видите, размер large стоит оно 69 долларов. 59,90-70 долларов. Знаете, неплохое платье. Красивый вырез такой квадратный. Но, конечно, не для меня. Для девушек с тоникой фигурой. Оно очень даже неплохое. И, видите, много шерсти. Ну, 70 долларов цена, конечно, такая кусачая немножко. Ну, цвет симпатичный. И очень приятное качество. На ощупь прямо тоненькое, мягенькое. Очень-очень симпатичное. Решила я взять в примерку это платье. Значит, я вам так скажу. Фасон симпатичный. Расцветка сиротская. Прямо сиротская. Хотя фасон, видите, очень симпатичный. Широкая юбка клешная. Карманы. Все на куговицах. Это размер large. На кузе немножко оно у меня здесь расходится. Ну, не страшно. Вот такая. Это, в принципе, платье-рубашка. Как будто бы это такая клетчатая рубаха. Униформа дровосека канадского. Как-то еще называют канадский фрак. Канадский таксидал. Канадский таксидал. Вот такая вот в клетку рубаха. Или джинсовка. Джинсовая рубашка. Хороший фасон. Действительно, очень симпатичный. Но вот эта расцветочка, конечно. Хотя, ну, кто любит при определенных обстоятельствах. Это еще ничего. Там есть еще такая черная с серым. Такая совсем мрачная. Это все-таки здесь что-то синенькое. Как бы неплохо. Но на кузе оно мне, конечно, расходится. Но здесь можно пришить какую-нибудь кнопочку. Или просто здесь зашить. Потому что, честно говоря, я влезла в него не расстегиваю. То есть оно мне так нормально. Просто можно здесь зашить. Тогда нельзя будет его расстегнуть и носить как верхнее такое платье. Но я думаю, что и так нельзя будет. Ну, в общем, такое платье. Кто любит вот такие вот вещи. Вот. Вот оно вот. Так, решила я его вот себе вот померить кофтой. Подумав, что сиротская расцветочка. Сиротская расцветочка может быть разбавлена светленькой корточкой. Но, если честно, получилось сиротка в сиротском платье с кофтей сверху. Я не знаю, что его может исправить. Но, вы знаете, вообще не так плохо. Мне кажется, что если что-то надеть сверху, какой-то жакет или какой-то кардиганчик, то это уже не так как-то... Ну, хотя бы половина платья прикрыта чем-то. И это выглядит, по-моему, чуть-чуть посимпатичнее. Вот так, правда же? Вот так, мне кажется. Все-таки так уже лучше. Потому что одно, когда сплошная вот эта вот клетка, это прям, знаете, прям, ой, ну совсем как-то. Грустно. А так, ничего такого. Фасон вообще красивый. Сделали бы они немножко другой расцветки. Было бы клево. Так, состав в нем 43% хлопка. И стоит оно тоже 70 долларов. Размер барч. Много говорить не буду. Что тут скажешь? Вот такое платье. Так, это платье мне нравится значительно больше. Хотя оно тоже напоминает немножко такое платье. То было сиронское, это платье пижамы или платье мужская рубашка. Ведь оно прямо такой расцветки и фасон, как мужская рубашка. Потом здесь вот такой вот рулик такой в талии, в старлин. И низ она расцешается. Есть карманы. Симпатичный фасончик. Похож на это платье клетку. Но, во-первых, расцветочка повеселее, пошелее как-то. Во-вторых, все-таки оно как-то утягивается в талию. И поэтому... Поэтому выглядит как-то поживее. Мне кажется, правда. Но это прямо симпатичное платье. Они есть тоже разных-разных расцветок. Есть такое голубое. Я снимала в зале. Есть, по-моему, синие, они однотонные. Есть каких-то разных других расцветочек. Но вот это вот очень такая неплохая. И расцветка, и фасон мне нравятся. Очень симпатичные. Прямо мой любимый фасончик. Я люблю такие вещи. По-моему, это размер медиум. Мне кажется, что это медиум. Я сейчас проверю. Но оно довольно большое. Вот я его так еще затянула на талии. И так довольно много у меня еще места. Рукав такой. В общем, можно загнуть. Можно так оставить. Прямо как мужской рубашке. Очень симпатичненькое, хорошенькое платьюшко. Да, это медиум. 70 долларов. 100% хлопок. Видите, вот так оно висит. Ну, прям совсем. Как будто бы это мужская рубашка. Пусть, конечно, вниз хого платья. И вот такое-то оно довольно широкое. Видите, это медиум. Если оно не затянутое, оно довольно широкое. Такое напоминает пижаму. Такую полосочку. Есть такого типа пижамки. Ну, а за хлопок и за все, конечно, спасибо. 70 долларов. Ну, такие цены. Опять же, я перестану повторять, что цены безумные у нас в Юникло стали. И просто надо к этому привыкнуть и перестать об этом говорить. Ну, что ж, пережили мы примерки в Юникло. Для меня это всегда колоссальный стресс. Потому что это самый шумный магазин, по-моему, в Торонто. Вот здесь вот это. Потому что здесь постоянно хлопают двери. Орут продавцы. Орут покупатели за дверью. В общем, короче, какой-то... Как мне кто-то написал однажды, что я как будто настройки снимаю, когда я здесь снимаю. Это точно. Здесь так шум. Здесь какая-то безумная акустика. Все. Вот такие у нас были примерки. Осень 2023 в Юникло. И надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. А с вами была Деприс Канада. Всем привет. Пока-пока-бай.